доброе утро уважаемые друзья как и обещал вчера сегодня выходит 2 серия кто не смотрел первую это 20 минут сплошное море море в поселке приморский шторм непогода людей нет песочек в общем кому интересно смотреть на море обратите внимание на вчерашнюю серию сегодня мы погуляем по поселочку сходим на пляж кафуз и и встретим рассвет да а начнем мы прямо с набережной с набережной и пройдемся по центральной улице поселка я поднялся на 50 метров от набережной и здесь стоит пятиэтажка перед ней вот такой торговый ряд сувенирной продукции стоят они не к силу и городу их не видно но тем не менее народ заходят и опять же это уже сентябрь 8 9 сентября здесь почему-то очень мало отдыхающих вот трубка которая была еще со времен царя гороха и вела на вот к этой арке пятиэтажный длинный дом и арка чтобы можно было пройти к морю я здесь наблюдал за одной парой они здесь специально купили квартиру приехали в общем с дальнего севера купили квартиру чтобы купаться на море покупались годик-другой а потом просто выходят садятся и просто смотрят на море вот я к тому клоню что если вы собираетесь переехать в крым к морю не думайте что вы будете ежедневно ежегодно наслаждаться этим морем она надоедает как и любая вещь она всегда надоедает через какое-то время просто да вот местные не купаются вы же знаете никогда арка вниз не смотрим все нормально обойдем мы не гордые и пойдем вот так прямо на рынок он там от дом слева видите сейчас подойдут подойду поближе это улица советская центральная улица поселка она упирается в завод завод море я вот вы смотрите какой дом вот он оброс этим я вот всегда завидовал жителям этого дома боже думаю не возле моря живут и рынок рядом что еще надо до работы там 10 минут ходьбы капитально я уже говорил в прошлой серии что работали здесь всем в основном на заводе и зарплаты там были ну мой брат получал 250 его начальник получал 380 в общем до 400 рублей были зарплаты представляете какая здесь жизнь была в поселочке считай в деревне мечта потому что деньги есть море рядом чаще надо было разваливать советский союз кому это нужно было ладно пойдемте дальше я уже говорил что здесь я не был со времен советского союза поэтому я вот не помню много чего не помню ну по крайней мере я вижу что вот плитки на здесь не было положили плиточку этих вот торговых рядов него но она понятно наш сколько лет прошло в общем это мы движемся к рынку вернее рынок уже у нас вот ты считай что он начался сам рынок он с левой стороны а справа это бутики которые торгуют сувенирной продукцией шмотками хочу заметить что шмотки здесь относительно дешевые у меня так получилось порвались шлепки я пошел купить себе вьетнамки не поверите я закупил вьетнамки за 100 рублей то есть для намекаю ялты это это нереально вот вход в рынок но мы сейчас туда не пойдем давайте я вот передумал давайте мы пойдем в другую сторону как нормальные герои по этой вот улочки не знаю даже почему я передумал потом вернемся собственно говоря рынок как рынок ну что на него смотреть наверное рынок бутики шмутики овощи фрукты какие-то не мелочь какая-то мелочок а вам же наверное интересно как выглядит выглядят дома дороги и тротуары хочу сказать что проникает и сюда конце концов вливание как это фцп как это правильно расшифровать не знаю ну вот я мы на дороге да но в конце концов они будут заделаны когда-нибудь но приятно что здесь делают фасады у поселочка у домов вообще иду в сторону магазина я когда здесь маленький был вот смотрите вот делают ремонт массы и когда маленький был мне по утрам тетка отправляла в этот магазин за молоком каждый день я должен был должен был купить 6 пакетов молока именно пакетов помню помните такие были пакеты треугольные молочные треугольные пакеты почему-то только здесь они были вот феодосии не знаю где-то там в симферополе я таких треуголок не помню и вот я каждый день прибегал сюда моя задача было дело летом и тут было много отдыхающих раньше была такая странная система распределения зимой допустим тысячу пакетов молока и летом тысячу пакетов молока привозили на поселок ну подумайте ребята тут же еще отдыхающих в пять раз больше чем местных жителей завезите вы больше и поэтому приходилось как можно раньше прибегать магазин и покупать молоко хлеб там какие-то курабье ну такое какой-то там круп крупа какая-нибудь на обед на завтрак или на обед этот гастрон называется южный продать него остался только вот такой вот его как-то порезали он такой маленький и пустой почему не знаю не столь важно пойдемте теперь ну дальше это скверик перед домом культуры вон там впереди а перед ним раньше была летняя дискотека наверное единственное развлечение для молодежи в то время я так и за эти два дня не увидел как тут развлекается молодежь то что дом культуры закрыт дискотеки нет ну может быть мы попали в такое время неудачно и обойдем дом культуры вокруг он так и называется дом культуры ой то ли море то ли то ли близ не помню ночью ночью типа как местный кинотеатр его можно так назвать сюда ходили в кино раньше сейчас наверно тоже не заходил но так по внешнему виду ухаживают то есть не обшарпанные стены не обвалившийся потолок нет такого я вот замечаю здесь и дорога всегда была такая вот эта вот улица советская центральная она всегда в таком классном состоянии наверное что приезжала начальство на завод и перед ними старались выпендриться чтоб никто не ругал ну и дедушка ленин как обычно это такая центральная площадь поселка приморске всегда тут росли розы что-то сейчас они какие-то чахленькие может уже осень хватит летом может было и красивее это так чтобы вы сориентировались как она где что к чему а вон сейчас подойдем к морю опять к морю как в том кино помните про что сюжет опять про море ах лихо народ тянется на море хотя купаться очень мало кто желает такой шторм волнение на море а я возвращаюсь чтобы дойти до самого завода это городообразующее предприятие я уже рассказывал она появилась до войны потом после не так до войны но появилась когда война началась его демонтировали увезли подальше вглубь вглубь страны потому что оборудование было очень дорогостоящее немцы когда здесь появились они раздолбали нафиг до основания все здания пришлось отстраивать по новой все здания этого завода привозить обратно оборудование и теперь весь этот поселок считай работал каждым в каждой семье работал на этом заводе в основном мужское население ну как для меня это новостройки я раньше не помню чтобы здесь были дома наверно построена как бы относительно недавно когда не знаю спросить не у кого если кто знает напишите в комментариях мне тоже будет интересно а с левой стороны у нас местный стадион вот там дальше местный стадион и мы идем по направлению к заводу внутрь меня естественно никто не пустит но там стоит катер ну то есть то что здесь строят то и вот поставили на постамент можно посмотреть нет это только такое что можно показать вообще завод занимается какие занимался какими-то секретными там полусекретными разработками какими-то глиссирующими катерами там судами на воздушной подушке какими-то супер скоростными там очень брат у меня там работал рассказывал что мощное было раньше у нас государство мощное сейчас каждая зараза пытается его затюкать на самом деле все было хорошо вот такие катера строились на это в заводе раньше постамент конечно не так выглядел все это было такое серенькое а сейчас разукрасили флаги россии там смысле цвета россии красиво красиво эмоции это проходная то есть в 8 утра но 8 00 все ты должен быть уже внутри нет закрывают если опоздал до свидания могут уволить то есть тут такой палочный режим был поэтому все зарплата была большая все держались тремя зубами чтоб только не выгнали а вот это уже этот балкон я всю жизнь буду помнить потому что однажды и думал я маленький был еще лет пять смотрю на земле лежит пять рублей пробитая ключом даже не понял зачем но оказалось какие-то шалопа и привязали леску и так вот ловили дурочка а это магазин на его так называли 35 магазин 35 он почему-то закрыт и здесь уже другая контора которая занимается разли разливанием вот этой воды как правильно сказать розливом воды вода на продажу раньше был 35 магазин возле которого было мороженое продавали если его завозили это было счастье просто вот вы понимаете люди много зарабатывать денег делать некуда было мясо рыба все что появлялась магазина тут же покупалась складывалась пусть будет а это я решил пройти с одной улице центральной надо на другую улицу как бы через дворы ну и вот вы заодно увидите как выглядят дворы в поселке приморский и и Ну что, пойдемте на рынок сходим. Собственно говоря, рынок, как рынок, обычный рынок, не знаю, что здесь комментировать, что здесь особенного. Ну, если на цены посмотреть, на фрукты, то, конечно же, здесь дешевле, чем в Большой Ялте. Я все сравниваю с Большой Ялтой. То есть, это самый дорогостоящий район Большая Ялта. Поэтому, если вы хотите просто отдых у моря, можете приехать в Анапу, в Геленджик, я не знаю, где вы там любите, в Турцию поехать. А кто хочет в Крым попасть и по-бюджетному, поезжайте в Евпаторию. Это вот мой вам такой совет. Потому что там движение, там шум, там люди, там много предложений по жилью. А кто хочет более-менее тихо, вот обратите внимание, негаисто, народу мало. Вот такой себе приятный поселочек. Просто море. Будете целыми днями загорать, купаться. Тут же на набережной, я уже показывал, столовая там, и 10 штук в ряд стоит. Выбирай любую. Все как положено. Только снимайте себе. Да, вот мы снимали гостевой дом. Внутри, в номере, я потом покажу номер. Все удобства внутри есть в номере. А вот кухня общая. Вот мне из этого не нравятся гостевые дома, где общая кухня. Ты трешься там с кем-то. Ну, в общем, не так уютно получается. Как-то я уже отвык от такого вот жизни в общаге. Здесь есть все. Медицина, волосы подстричь, ногти накрасить. Ну, в общем, поселок такой развитый. Он и раньше был, наверное, самым крупным поселком в Крыму. Ну, и сейчас таким остался. Это вот, я хожу по территории. Это было специально построено для работников завода. И сейчас иду по направлению к другому району. Называется Камыши. Там мы остановились, сняли квартиру. Ну, чем дальше от моря, вы же понимаете, тем дешевле. И еще обратили внимание, здесь вот в этой части очень мало сдается жилья. Если там за, в Камышах, там прям на каждом заборе можно купить, там, продам, сдам жилье, сдам номера, там. А здесь как-то вот с этим похуже. Я хотел именно вот в этой точке снять квартиру, в этой пятиэтажке. Ну, не получилось. Я вернулся к себе, как говорится, на хату. И хочу вам показать номер. Какой мы сняли номер? Полторы тысячи он стоит. Вот в этом корпусе тысячу двести. А там, где мы сняли, там полторы. Там в два раза больше. В общем, не знаю почему, но некоторые номера большие. Мы сняли поменьше. Но он все равно больше, чем вот в том, который другой корпус. Полторы тысячи. Ну, это бюджет на сентябрь вполне нормальный. Можно было найти за тысячу. Можно было за 900 и 800 найти. Можно. Но нам понравилось здесь. Вот тут у нас хороший балкон. Хороший телевизор. Приятная хозяйка. Можно было пойти на край географии. Вот тут. Ну, зачем? Зачем? У нас бюджет рассчитан полторы тысячи. Все. Чего там еще кого-то экономить? Вполне себе очень хорошо. Тут рядом озеро есть. Аджиголь. Некоторые жалуются, что воняет. Не знаю. Два дня жили, ничего не воняло. Аджиголь – это такое пересыхающее соленое озеро. Грязь и там все такое. Якобы оно воняет. Может быть, кому-то оно и воняет. Ну, я ничего не понял. Вот наш номер. Номер на троих рассчитан. Ну, все условия. Санузел, кондиционер, балкон хороший. Все, в общем, классно. Вода горячая постоянно. Тут без вопросов. Вот этот номер стоит полторы тысячи полностью. На троих. Некоторые спрашивают, это на человека или… Здесь вот мы сняли… Считается в Крыму полностью номер, полностью квартира. Где-то в каких-то местах считают по головам. Говорят, жилье 300 рублей. Не верьте. Это же человека. И вы не сможете, приехав один, снять жилье один. Вам-то вот такой номер за 300 рублей не сдадут. Никогда. Даже не надейтесь. Ну, какому-нибудь конуру там дадут, с одной кроваткой. Это да. Это может быть. А вот такой номер за 300 – нет. И вот такой вот балкончик. Получается, он на двоих. Там еще один номер есть по соседству. И это вот на нам. А это киви, кстати. Ну, в первой части уже показывал. Вот так в наглую. На балконе растет киви. Но оно еще зеленое. Его щупы, оно твердое. Хозяйка говорит, что оно созреет в октябре. Вот в октябре него снимут и будут кушать. А сейчас оно зеленое вкуса не имеет. Там же у них во дворе растет и инжир. Вот такой вот киви, он маленький еще. Какой он на вкус, ну, если сравнивать с турецким, не знаю. Никогда не пробовал. Только я когда приезжаю, он говорит, гранаты наши крымские. Не, ну, гранат я уже знаю. Он зелен, он хуже, чем турецкий. Хуже. Он не успевает вызревать. А вот турецкий нормальный. Вот. Пошел опять на море. Это проходил мимо. Думаю, дай вам покажу телефон. Это соседский гостевой дом. Так просто вот. Ну, вдруг захотите приехать. Тут с жильем в Приморском и рядом поселок Прибрежное проблем вообще нет. Все красиво, все, ну, по-нормальному. Говорят тут, боже мой, бабушки сдают какие-то квартиры гнилые. Может быть, где-то. Здесь нас вполне устроило. Ладно, заговорился я в конце концов. Это я уже вышел, выхожу из поселочка и иду на пляж Кафус. Вот такие вот гостевые дома. Они появились, говорят, в числе первых в поселке. Довольно-таки прилично, красиво смотрятся. Что почем, не знаю. Но уверен, что они есть и на, где там, Авито, Букинг и прочее, там, Level Travel. То есть в интернете вот эта вилла Нимфей. Забивайте, ищите, снимайте. Я бы тут не снимал, честно. Да, красиво, но рядом трасса. Мне не нравится. А вот это уже пляж Кафус. Это еще пока камни, это пока еще берега укрепительная такая. Насыпь. А там они, кстати, делают для себя, я так понял, что... В общем, здесь скоро будет по-другому. Здесь хотят полностью поменять весь облик берега в ближайшие 10 лет. Ну, это где-то читал в прошлом году в какой-то газетенке в интернете, что вот, направляют денежку. Ну, пока это разработают, пока внедрят, пока найдут подрядчиков. В общем, долго эта песня. А вот и сам пляж Кафус. Из-за того, что сильный шторм, и вода заплескивается слишком близко, такое ощущение, что пляжа как бы нет. Нет, пляж здесь есть. Просто вот волны, они далеко заходят на берег, и кажется, что пляж узкий. Нет, пляж довольно-таки широкий, места здесь очень-очень всем хватает. И еще раз хочу, чтобы вы обратили внимание, какой здесь песочек. Рыженький, меленький, мягенький, очень приятный. Вот по нем идешь, и идти хочется. Вот после Ялтинской гальки, ну, я тоже не хочу плохого говорить про Ялту, про галечные пляжи. Да, зато там море чище. Вот такую шторну, море будет более-менее чище. Здесь чуть что три балла, все. Море грязное, некрасивое. Зато когда штиль, шикарно. Ну, опять же, вот некуда взгляд упереть. Пляж, 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 все. Пляж, море. Вот кому нравится такой тюленьий отдых, вот это именно для вас. Вот сюда приезжайте, распластайтесь, и загорайте, пока зима не настанет. Там за моей спиной остался поселок Береговое, там потом Золотой пляж. В общем, до Феодосии тут 13 километров. Ну, 13 или 14, не столь важно. В общем, если хотите развлечений, каких-то ночной жизни, добро пожаловать в машину и айда в Феодосию. Что мы сегодня, кстати, и сделаем. А видео о Феодосии уже будет следующим. А пока что давайте вернемся обратно в поселочек. Ну-ка, читаем, что написано. Вот так вот, чтобы вы понимали. У вас там на стенах всякие непотребства пишут, а у нас Ленин жив. И вот раннее-раннее утро, по-моему, 6 утра, я иду снимать рассвет, встречать рассвет. Ладно, я помолчу, а вы просто полюбуйтесь. А вот это вот такое сооружение защитное, чтобы волна гасилась. Если там вот волнорезы, вы знаете, да, то это вот такое, параллельно берегу здесь тоже лежат такие, волнорезами их можно назвать. Вот они гасят волну. Это мемориал погибшим местным жителям, которые погибли во время войны. Это я забрел в школу, ну, на территорию школы, которая есть в поселке. Ну, все. На этом вторая серия закончилась. Следующая будет про Феодосию, так что не переключайтесь, подписывайтесь и жмите колокольчик. А на этом мы будем прощаться до следующей серии. Большое спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok